Восстановление газа возможно только при условии полной демилитаризации сектора. С таким заявлением выступил во вторник министр обороны Израиля Авикдор Либерман. На своей странице в фейсбуке Либерман отметил, что палестинцы будут страдать до тех пор, пока власть в анклаве будут удерживать радикальные исламисты группировки Хамас. Это заявление Либерман сделал в самый разгар кризиса, вызванного решением Иерусалима на треть сократить поставки электричества в сектор газа. По мнению ряда политологов и военных экспертов, это может привести к эскалации ситуации и даже новому витку конфликта между Хамасом и Израилем. Подробнее о ситуации узнаем у моего коллеги на Ближнем Востоке Евгения Савы, который сейчас присоединяется к нам из Тель-Авива. Женя, добрый вечер, вам слово. Валерий, приветствую. Кризис, вызванный сокращением поставок электричества в сектор газа, пока не удается разрешить, хотя все стороны говорят о своем нежелании достичь такой, знаете, эскалации конфликта. Дело в том, что ни Израиль, ни Хамас сегодня не хотят нового вооруженного столкновения, хотя в Хамасе подчеркивают, что если ситуация и далее будет такой, как она сегодня есть, то не исключено, что там возьмутся за оружие. Ну, давайте начнем с того, что Хамас сегодня должен Израилю более 25 миллионов долларов за электричество, которое еврейское государство поставляет в сектор газа, несмотря на то, что официально Израиль покинул пределы сектора еще в 2005 году. В Хамасе говорят, что часть этих денег должно оплачивать руководство палестинской автономии, а не Хамас. Израилю этот внутренний спор надоел, и решением узкого кабинета по вопросам безопасности было принято сократить на треть поставки электричества в газу. И вот, несмотря на все заверения, например, Египта или европейских стран, которые заявили, что готовы оплатить часть долга, тем не менее, в газе стало меньше электричества. Внутри сектора некоторые говорят, что часть электричества Хамас, например, тратит на строительство подземных туннелей. И вот последние двое суток происходит такая странная ситуация. Никто не хочет конфликта, но все понимают, что кризис как-то нужно разрешить. Сегодня Бенемин Танягу, премьер-министр Израиля, даже изменил свой маршрут. Он должен был приехать в командование дивизии Газы. Штаб этой дивизии находится буквально на границе с сектором. Однако, чтобы этот визит не был расценен как эскалация конфликта, было принято решение отправиться в штаб Южного военного округа, который находится в Бершеве. По мнению Бенемина Нитанягу, это внутрипалестинский конфликт. Израиль со своей стороны не имеет к этому конфликту никакого отношения. Вопрос электроэнергии в Газе является предметом спора между палестинской администрацией и Хамасом. Хамас требует оплачивать электроэнергию, а палестинская администрация отказывается. Это внутренний спор палестинцев. Хочу подчеркнуть, что Израиль никоим образом не заинтересован в эскалации конфликта. Любое иное объяснение неверно. Наш интерес – это безопасность. И в этом вопросе наша политика прозрачна и неизменна. Вы знаете, свою оценку происходящему в секторе Газа дал и министр обороны Виктор Либерман, который заявил, что все зависит от Хамаса. Если Хамас сегодня захочет как-то стабилизировать обстановку, то он может это сделать. Более того, если он даже признает еврейское государство, то Израиль готов инвестировать немалые средства в восстановление газа. И даже речь идет о возможном частичном снятии морской блокады сектора. Хотя все будет зависеть исключительно от руководства организации, которая уже почти 10 лет контролирует сектор Газа. Мы не согласимся на ситуацию, при которой Хамас взымает налоги с жителей сектора и полностью их тратит на производство новых ракет, систему тоннелей и подкопов. А мы за счет израильского налогоплательщика будем оплачивать для них электричество и воду. Поэтому ответственность за тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа несет исключительно руководство Хамаса. Теперь весь вопрос, как закончится этот кризис. Появились буквально последние часы сообщения о том, что якобы Египет готов восполнить вот эту треть электричества, которое Израиль сократил. Но согласно некоторым арабским СМИ, взамен Египет требует от руководства Хамаса фамилии боевиков, которые действуют на Синайском полуострове для того, чтобы их арестовать. Естественно, Хамас на это не пойдет. Организация «Братья мусульмане» и Хамас – это одного поля ягода. Но в любом случае в секторе Газа сокращены поставки электричества. Если, например, посмотреть на картинку, то можно увидеть, что некоторые города, такие как, например, Джебалия, лагерь беженцев, или Бет-Ханун, сегодня без света. Там есть перебои с электричеством. Но с точки зрения Израиля, Израиль продолжает поставлять электричество, пусть и в сокращенном виде, и говорить, что все это внутрипалестинские разборки, которые никаким образом не имеют отношения к Израилю. Валерий. Спасибо, Женя. Это был мой коллега на Ближнем Востоке Евгений Сова.